Заходи. Семья Бондаревых впервые видит свою новую квартиру. Виктор проверяет, всё ли исправно. Открывается, включается. Супруга Елена тем временем уже делится эмоциями. Хорошая просторная комната, большие окна, обои хорошие. Главное, что дом в центре посёлка, рядом церковь, рядом больница. И ещё, что во дворе построили сразу детскую площадку, это очень для детей комфортно. Квартиру Бондаревы получили в рамках региональной программы переселения из аварийного ветхого жилья. Поэтому с переездом затягивать не планируют. По сравнению с тем домом, в котором мы жили раньше, конечно, это небо и земля. Там, во-первых, он сырой дом уже стал как бы со временем. Ну, с другой стороны, страшно даже вот эти балки металлические, которые проходят, скручат весь дом. В квартире выполнена чистовая отделка. Это значит, что тратить время на ремонт не придётся. И можно заняться более приятными делами. Телевизор ходишь здесь? Нет, телевизор. Вот здесь телевизор. А здесь уголок поставим. Потолки здесь натяжные. Так что хозяевам стоит быть аккуратнее с шампанским, когда будут отмечать новоселье. В принципе, ремонт здесь уже полностью закончен. Коммуникации подведены. Всё, что остаётся, перевести мебель и наполнить квартиру семейным уютом. Заветные ключи от квартир в Новострое получили 20 семей Краснояружского района. Всего 44 человека. До конца года в благоустроенное жильё переберутся ещё 58 краснояружцев. В целом, по области новоселье справят почти полторы тысячи человек. На эти цели выделено более миллиарда рублей, заявил в своих соцсетях Вячеслав Гладков. Благодаря включению региональной программы в нацпроект «Жильё и городская среда» объём работ увеличены почти на 200%. Всего за пять лет к концу 2024 года в новое жильё расселят порядка 4,5 тысяч человек. Глеб Дудкин, Валерий Ларьков. Такой день на Мире Белогория.